Теперь самое время перейти непосредственно к практике. Мы с вами рассмотрели сбор статистики по ошибкам работы композитного режима сайта. Также упомянули голосование компонентов и шаблонов. Страницы сайта и шаблоны сайтов не участвуют в голосовании. Чтобы композитный режим работал, нужно, чтобы каждый компонент и их шаблоны проголосовали за композитный режим работы. Также при определении запрета на композитный режим в одном из компонентов или их шаблонов, вы должны руководствоваться вескими долгами. Например, в битрисе компоненты результатов поиска голосуют против композитного режима. Компонент каждый раз отдает разную информацию, а варианты результатов поиска огромные. Поэтому в данном случае мы получим больше вреда, чем пользы. Теперь посмотрим, какой код необходим для голосования компонентов за и против композитного режима работы. Начнем с компонентов. Если нам необходимо, чтобы компонент проголосовал за, необходимо указать специальную конструкцию. Функцию setFrameMod. И передать туда true. Откроем, для примера, newslist. Откроем сам компонент php. Здесь данной конструкции нету, потому что по умолчанию компоненты голосуют за. Но мы можем в явном виде показать такую конструкцию. И, соответственно, компонент в любом случае будет голосовать за. Это мы явным образом указали, что он голосует за. Если же нам необходимо, чтобы компонент проголосовал против, нам необходимо в эту же функцию передать false. Это мы можем рассмотреть на примере списка результатов поиска. Как видите, здесь setFrameMod установлен и передается false. Поэтому везде, где есть компонент списка результатов поиска, композитный режим работать не будет. С компонентами все ясно и, в принципе, просто. А вот с их шаблонами все немного посложнее. Шаблоны компонента, которые мы хотим адаптировать под работу в композитном режиме, необходимо определить как. Статически. Его можно складывать в кэш. То есть весь вывод HTML попадает в кэш и показывается только оттуда до тех пор, пока кэш не обновится. Динамически. Поэтому страницы с ним складывать в кэш бесполезно. Это тот контент, который постоянно меняется, либо зависит от каких-то факторов. Статически. Но у него есть зоны, которые можно назвать динамическими. Это симбиоз первого-второго типа. Только внутри данного шаблона. Когда динамически изменяется только часть шаблона, а остальная часть шаблона не изменяется. Рассмотрим сначала простой вариант. Когда шаблон просто голосует за использование композитного режима. Для того, чтобы шаблон компонента голосовал против, делать ничего не нужно. Он и так по умолчанию голосует против. Но нам необходимо заставить главную страницу тиражного магазина работать в композитном режиме. Давайте попробуем. Откроем страницу. Как видим, сайт в композитном режиме не работает. Обновим еще раз для надежности. Почему же? А давайте посмотрим. У нас есть лог. Загрузим его. И откроем. И мы тут с вами видим, что у нас произошло, соответственно, ошибки в создании композитного сайта. В трех разных шаблонах. Начнем с конца. Шаблон списка новостей. Данный шаблон у нас выводится вот здесь. Это в области редко меняется. Соответственно, мы можем ее поместить в статический кэш. Открываем, собственно, данный шаблон. И прописываем вот такую конструкцию. Теперь весь шаблон у нас будет статический. То есть аналогично с компонентом указали set frame mode true. И весь шаблон проголосал за. И автоматически попал в композитный кэш целиком. Но если нам необходимо, требуется сделать шаблон динамическим, нужно использовать другой код. Рассмотрен ранний вариант. Белосуй за композитный режим. И весь целиком шаблон компонента подать в статический кэш. Это первый вариант определения шаблона. Но если нам требуется шаблон сделать динамически, нужно использовать другой код. Далее. Мы тут с вами видим, что, собственно, у нас также компонент малой корзины не позволяет нам работать в композитном режиме. Давайте откроем шаблон этого компонента. Так как корзина постоянно меняется, зависит от пользователя, имеет смысл сделать эту область динамической. С помощью данной конструкции, в Create Frame, мы можем задать динамическую зону. А в Begin, в качестве параметра, мы можем передать заглушку. Текст, который будет отображаться до того, как у нас подгрузится динамический контент. Как видите, здесь, Set Framework Mode указывать не обязательно. Везде, где у нас существует подобная конструкция, мы уже автоматически голосуем за работу в композитном режиме. Также, если этот текст стоит в начале шаблона кабанет и нигде не завершается, в этом случае завершаются автоматические зоны, то реально это означает, что весь шаблон контента динамический. Все содержимое данного шаблона будет отдаваться динамически, а в заглушке запишется слово «загрузка». Сохраняем. Ну и рассмотрим третий вариант, когда у нас шаблон компонента статический, с динамическими властями. Ну и у нас остался последний шаблон, который необходимо адаптировать. Это вот этот блок лидера продаж, компонент «Самые продаваемые товары». Давайте его адаптируем. Каким образом? В принципе, весь контент там меняется нечасто. А если он изменяется, лидер продаж, ничего страшного, что, конечно, главная страница будет сброшена. Но цены у нас могут зависеть от пользователей, от групп пользователей, которым он принадлежит. И, соответственно, кому-то будут предоставлены какие-то скидки, кому-то наценки и так далее. То есть цены могут меняться. И будет абсолютно неправильно, если у нас одна и та же цена будет из кэша показываться разным пользователям, которым она не должна показываться таковой. Причем она не будет показываться постоянно одна, а это будет приводить к постоянному сбросу кэша. Когда заходит другой человек, которому должна быть показана другая цена при первом хите, ему будет показана страница из кэша, а потом уже сгенерировать новый кэш с ценой, которая должна быть видна ему. Ну, понимаете, всю странность, нелогичность такого поведения, которое больше напоминает баг. Соответственно, что нам необходимо сделать в данном случае? Потому что цена у нас, по сути, динамический контент. Вся эта область у нас является, по сути, статической частью. Мы можем выделить цену в динамическую область. Для этого открыли шаблон. Соответственно, находим цену. Начинаем динамическую область. Далее у нас идет, собственно, формирование цены. И вот здесь оно завершается. Перед вот этим дивом. Но, допустим, мы хотим разместить какую-то заглушку, которая будет показываться до того момента, пока загрузится реальная цена. Что мы до этого должны сделать? Напишем, здесь будет цена. Или здесь должна быть цена. И необходимо использовать begin-stap. Все. Сохраняем. Также вы заметили, что у нас, в принципе, здесь create frame, то есть динамическая область, выводится в цикле. То есть до каждого элемента. Это допустимое нормальное явление, которое для динамической области. Но единственное условие, динамические области не должны вкладываться друг в друга. Они не должны друг друга перекрывать. Также для create frame мы можем передать переменную, в которую укажем контейнер ID, который будет использоваться в формлении вывод данных. В данном случае div ID формируется таким образом. Передаем данные. Сохраняем. Теперь очищаем влог. Сохраняем. И открываем главную страницу сайта. Страница открылась. Обновляем еще раз. Как видим, после второго хита у нас появилась, соответственно, надпись, которая говорит нам о том, что сайт работает в композитном режиме. Еще раз обновляем страницу. Как видим, вот у нас на примере корзины у нас происходит, собственно, подгрузка. Остальный контент мы также уже подправили. Цена. Все, что необходимо. Все у нас как нужно работает. Обновляем. Субтитры создавал DimaTorzok